Бокер Тов, Рошходеш Тов. Сегодня у нас второй урок по главе Бо. Урок за хорошейши дух Арон Арье бен Двойра, за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Ури бен Харитон, за здоровье Полина Перлба, Соня Сура и Светлана Батклара. Наступает время последних казней. Казнь называется «Три дня тьмы египетской». И написано, что тьма, которая наступила, была осязаема. Что это такое? Просто темно? Нет, что-то хочет нам Всевышний больше сказать. Осязаема, это значит, что можно ее трогать. То есть она не просто темная, она просто твердая. И пишет Медраж, что Всевышний заковал тьмой египтян. Кто стоял, остался стоять. Кто сидел, остался сидеть. Кто лежал, лежать. И кто шел в движение, остался в таком положении. И они не могли двинуться. Вот такая это была тьма. И они умирали в страшных муках. Человек не мог двинуться. За что им такое наказание? И за то, что когда мы работали у них в Египте, то они издевались. То есть не дали даже рабам почесаться. До чего это уже доходило. И поэтому они заслужили такую страшную казнь. И умирали вот так. Что было у сыновой Израиля? Написано, а у сыновой Израиля был свет в жилищах их. Смотрим, что это за свет? Если была темнота, солнце, луна и звезды не светят. Что же это был за свет? Написано в книге Брешит, в первый день Тарея Творения, что Всевышний сказал, да будет свет, и стал свет. И увидел себе свет, что он хорош. Мы это знаем. Пять раз слово свет повторено в этом отрывке. Но солнце, луна и звезды, мы же знаем, что будет четвертый день. Это свет, который будет светить для праведника в будущем мире. Наши мудрецы говорят, что Всевышний его скрыл. Он нам понадобится. Если мы станем праведниками когда-то, то тогда мы его получим в будущем мире. А где у нас есть пример этим словам? Осязаема тьма. Где мы это можем увидеть? Написано там же, в главе Брешит, во второй день Творения, что Всевышний отделил воду от воды. И пространство, которое было между водами, Всевышний назвал твердь. Если правильно считать на сайте в этом языке, то слово пространство, там есть слово твердь. И это получается вот осязаемая тьма, что пространство может быть твердым. Нам просто трудно это понять, поэтому нашим мудрецы переводят в слово пространство. Вот так. Поэтому египтяне попали в такую ситуацию. Значит, сыны Израиля могли видеть и перемещаться. За счет света, который Всевышний им прислал. И мы видели, где лежит награбленное у нас богатство в домах египтян за эти 500 лет. И мы не имели права к нам прикасаться, потому что мы не воры. И Всевышний сказал нам, когда мы будем уходить, что каждая женщина у попросит соседки своей, и так дальше мы это знаем. И опустошите Египет. И когда мы приходили к ним и говорили, говорят, нас ничего не говорит. Нет, дай мне вот, что у тебя лежит здесь в комнате. Мы видели, что лежит у них. Вот так вот. Поэтому написано, что опустошили сыны Израиля и Египет. Написано, что были люди, которые не хотели уходить из Египта. То есть, когда начались все казни, то мы освободились. И нам это понравилось, что мы стали свободными людьми. И мы не хотели, некоторые не хотели уходить. Даже большая часть не вышла. Так вот, они умирали в эти три дня. Мы их хоронили, чтобы никто из египтянды не видел. Вот так вот. Такие страшные события были тоже у нас. Все, наш сегодня урок заканчивается. Всем всего самого наилучшего. Росхода Штолб. До следующих встреч.